Комитет в Палаты представителей рекомендует уголовное обвинение против Трампа. Рекордная компенсация в области видеоигр. Пользователи Твиттера голосуют за отставку Маска. Эти и другие новости в программе «Мир сегодня». Russian Television Network of America представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Поздравляем с наступившей Ханукой всех наших зрителей, отмечающих этот праздник. Сегодня было последнее заседание Комитета Палаты представителей по расследованию атаки на Конгресс 6 января. Комитет обвинил Трампа в призыве к восстанию в заговоре против Соединенных Штатов в препятствовании работе Конгресса. Комитет передал документы расследования Министерства юстиции и рекомендовал выдвинуть против Трампа соответствующие официальные обвинения. Также Комитет рекомендовал выдвижение уголовных обвинений против пяти близких помощников Трампа, включая Джулиани. Завершение расследования приходится именно на конец нынешнего года, поскольку в новой Палате представителей в следующем году большинство будет у республиканцев, которые уже заявили, что сразу же закроют подобные разбирательства, как, по их мнению, субъективные. Сегодняшнее решение Комитета Палаты представителей не имеет обязательного характера. Также расследование по роли Трампа в событиях 6 января ведется сейчас специальным прокурором Джейком Смитом, недавно назначенным министром юстиции. После того, как Трамп заявил, что будет выдвигаться в президенты, с таким же, хотя и с оговорками, заявлением выступил и Байден, и в результате получилось, что у президента и у Трампа может быть конфликт интересов. Поэтому расследовать действия Трампа должно не подчиняющееся президенту министерству юстиции, но специальный независимый прокурор, которым вот назначили Джейка Смита. Специальный прокурор имеет собственный штат, собственные средства. Вмешиваться в его дела действительно сложно, и не только со стороны министерства юстиции, но и со стороны новой Палаты представителей, где в следующем году будет уже большинство республиканцев. А они и это расследование тоже пытались бы прекратить. Как бы то ни было, в среду нынешний комитет Палаты представителей под контролем демократов должен опубликовать свой подробный доклад о расследовании по 6 января, которое продолжалось целых 18 месяцев. Сенсации не предвидится, доводы против Трампа уже неоднократно объявлялись, а завтра другой комитет Палаты представителей будет решать, что он будет делать с полученными от Министерства финансов трамповскими налоговыми декларациями за 6 последних лет. Получение этих налогов Трампа демократы в Палате представителей добивались на протяжении 4 последних лет. Требования эти прошли все круги американской судебной системы, вплоть до Верховного суда. А с Нового года с большинством республиканцев в Палате представителей расследование там и по налогам Трампа тоже представляется маловероятным. В этой ситуации демократы могут решить просто опубликовать налоговую декларацию Трампа за отсутствие времени на расследование до Нового года, с тем, чтобы эти документы проанализировал еще кто-нибудь. Но обосновать необходимость такой публикации, наверное, было бы трудно. Ну и также и сегодня начался отбор членов жюри для суда против пяти членов организации Proud Boys, которые обвиняются в организации атаки на Конгресс 6 января. В центре процесса будет, вероятно, призыв лидера этой правой группировки, которую он опубликовал утром 6 января. Он написал в социальных сетях, я хочу, чтобы тысячи нормальных американцев сегодня сожгли этот город до основания. Имелось в виду город Вашингтон. Меньше месяца тому назад виновным в действиях с намерением совершить переворот 6 января был признан лидер другой правой группировки, хранители клятвы. Обвиняемым по обоим процессам грозит до 20 лет тюрьмы. Компания Epic Games согласилась выплатить рекордную компенсацию в 520 миллионов долларов за то, что ставила детей младше 13 лет под угрозу, также за сбор информации о несовершеннолетних без согласия их родителей и за намеренное навязывание несовершеннолетних сделок с покупкой услуг, без четкого объяснения их условий и с намеренной неясностью, с дизайном компьютерных программ. Epic Games разработала такие популярные видеоигры, как Fortnite и Fall Guys, в которые играют миллионы несовершеннолетних. При этом компания включала без согласия родителей прямое общение детей с другими участниками игры, что иногда наносило детям психологические травмы, когда они подвергались оскорблениям, угрозам со стороны более старших участников игр. Также компания не просто собирала персональную информацию о детях, пользовавшихся играми, но намеренно затрудняла процедуру запрета родителями сбора этой информации, часто не выполняла запросы о стирании ее, когда такие запросы все-таки поступали. А что касается так называемых случайных покупок, услуг компании, дополнительных очков в игре или как бы секретов успешной игры, то дизайн видеоигр намеренно делал очень легкими покупки по ошибке в результате нажатия какой-нибудь одной кнопки и без четкого предупреждения о том, что получение бонусов в играх является платным. Наверное, впрочем, многие родители и из наших зрителей испытали все это на себе, когда им приходили счета от Epic Games, которые их дети не могли членораздельно объяснить, ну а родители устраивали с детьми разборки. Сегодня в 6.20 утра по восточному времени завершился опрос пользователей Твиттера о том, следует ли Илону Маску оставаться главой этой компании. О начале этого опроса за 12 часов до этого объявил сам Маск. Он написал, должен ли я подать в отставку с поста главой Твиттера? Я поступлю согласно результатам опроса. Ну и большинство из 17,5 миллионов проголосовавших подписчиков Твиттера заявили, что Маск должен уйти в отставку. Конечно, нужно понимать, что Илон Маск остается владельцем Твиттера при любом варианте, и что приобретя 2 месяца тому назад эту компанию, которая приближалась к банкротству, он сейчас проводит в ее штаб-квартире действительно слишком много времени. Маск там даже ночует, о чем и сообщал на Твиттере, как и о том, что должен был оборудовать даже для ночевых специальное помещение. Мэрия Сан-Франциско, где находится штаб-квартира Твиттера, кстати, считает Маска реакционером, поскольку он производит сейчас массовое увольнение в компании. Интересно, что в ответ на его сообщение об оборудовании помещения, где он спит, не выходя из здания Твиттера, мэрия заявила, что должна проверить соблюдение в здании городского строительного кода, поскольку могло иметь место незаконное переоборудование офисов под жилые помещения. Как бы то ни было, Маск сейчас находится в компании постоянно, он разбирается в документах, уволил начальство, он продолжает увольнение служащих, которых считает чрезвычайно заевшимися и обленившимися. Он меняет политику Твиттера, причем непоследовательно, то замораживая, например, счета журналистов, которые следят за его местонахождением, что он считает несущим опасность, то их счета восстанавливая. Маск тратит слишком много времени на Твиттере, и он вполне может хотеть назначить, выпутываться из этих проблем кого-то еще, особенно если компания движется к банкротству. Но просто бросить Твиттер некрасиво, как если бы Маск не справился. Если же этого как бы требуют массы, это может быть другое дело, хотя может и не быть. Как бы то ни было, главная компания Маска – это Тесла. Успех ей в значительной степени обеспечили энтузиасты, экологи, и также поклонники лично самого Маска как бизнесмена. А акции Теслы в нынешнем году упали на 57%. Маск может потерять доверие его преданных пока что вкладчиков – Теслы, и тех, кто покупает эти машины. Они уже недовольны тем, что он как бы забросил Теслу, и также компания SpaceX, тоже в значительной степени воплощение идей Маска. В ней дела идут нормально, ее ракета, которая рассчитана уже на дальние межпланетные полеты, скоро, наверное, впервые будет запущена, но и в этой области внимание Маска необходимо. На прошлой неделе Маск, ко всему прочему, перестал быть самым богатым человеком в мире, уступив пальму первенства французскому Бернарду Арно, главе Луи Виттон, про которого не так уж много известно, кто он такой. У Арно потери в этом году составили 7 миллиардов, у Маска – 100 миллиардов. Год был в финансовом отношении не самым замечательным, но Маск, вероятно, вполне может себя еще вновь проявить. В следующей части о Белом Рождестве, но с большими проблемами. Оставайтесь с нами.